Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Татьяна Учукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Опять трясет. Второе в этом году землетрясение произошло под эскетимом. Всем в поликлинику. Все новосибирцы старше 18 и должны пройти диспансеризацию. В 90 на сцене. Народному артисту Ивану Ромашко 90. И он все еще играет в театре. А теперь я и мои коллеги расскажем более подробно о главных событиях дня. Во вторник утром в Эскетимском районе Новосибирской области произошло землетрясение амплитудой 4,5 балла. Подземные толчки почувствовали жители четырех населенных пунктов. О последствиях и причинах данного природного происшествия продолжит Александр Булдаков, который также выяснил, почему наш регион становится сейсмоопасным. Триханулы из Кетимский района утром 29 октября в 8 часов 36 минут. По данным Алтая-Саянского филиала геофизической службы Саран, эпицентр находился в трех километрах восточнее населенного пункта Харина. Магнитуда сейсмического события составила 4,5. В 10-километровой зоне от ИЧГ находится 4 населенных пункта. Было создано 3 группы оперативные для оценки последствий. По оперативной информации каких-либо разрушений нет. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Вместе с этим для обследования социально значимых объектов эти группы были созданы и направлены. Порядком 10 звонков поступило от взволнованных жителей на телефон 112. Ну, каких-либо опасений на настоящий момент нет. Зато опасения есть у сейсмологов. Ученые утверждают, что это землетрясение произошло по причине активного освоения Горловского угольного бассейна Колыванским разрезом. Сильное техногенное воздействие при добыче, когда массы с одних мест снимаются, на другие перемещаются, оно воздействие оказывает такое, что земная кора пытается каким-то образом реагировать на это. 9 января этого года там уже было землетрясение магнитутой 4,3. Ученые его даже назвали Колыванским по одноименному предприятию по добыче антрацита. А ведь в 20 веке вообще не было землетрясений на территории Горловской впадины. И это настораживает ученых. Аналог по добыче в отчатке разрез. Там тоже так начиналось. Сначала 3,9, потом 4,3 через полгода, а потом 6,1. Вот здесь то, что 4,4, 4,5 повторились в пределах одного года, и оба рекордные. Надо сказать, что это вызывает, ну предупреждает как бы нас природа и вызывает опасения, что там может готовиться что-то более сильное. Добыча полезных ископаемых, в том числе угля, дело для экономики без сомнения важное. Но и природу чересчур раздражать и злить тоже не стоит. Теперь вот ученым приходится с повышенным вниманием наблюдать за сейсмической обстановкой в регионе. Ведь известно, предупрежден, значит вооружен. Предварительные итоги проведения диспансеризации населения в регионе подвели в областном центре. По словам чиновников, новый порядок ее прохождения призван повысить качество медосмотров и престиж первичного звена медицины, то есть поликлиники. Подробности далее. С мая этого года вступил в силу новый порядок прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. В соответствии с новым порядком подлежит проведению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации практически все взрослое население нашего региона. У нас в этом году 626 тысяч человек планируется пройти через профосмотры и пройти диспансеризацию в профилактические медицинские осмотры. Вот на сегодняшний день уже порядка 440 тысяч человек прошли через медицинские учреждения. Сотрудники различных предприятий и учреждений имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего заработка. У людей предпенсионного и пенсионного возрастов при прохождении диспансеризации есть право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением среднего заработка. Региональные власти также предприняли ряд мер для того, чтобы процедура прохождения обследования стала удобнее и доступнее. Диспансеризацию, первый этап диспансеризации, профосмотра можно пройти теперь в первичном звене до 8 часов. То есть это новация этого года, плюс у нас работает, все учреждения первичного звена работают и субботу в рамках профосмотра диспансеризации до 3 часов. На такие меры в рамках нацпроекта власти пошли ради своевременного выявления заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. Первые результаты этой работы уже есть. Так число впервые выявленных заболеваний выросло на 23%, а среди них онкология, сахарный диабет, туберкулез и ряд других заболеваний. Мероприятия в рамках проводимой диспансеризации направлены на решение одной из ключевых задач нацпроекта здравоохранения. Обеспечение охвата жителей области профилактическими мероприятиями не реже одного раза в год и снижение смертности населения. Как отметил региональный министр здравоохранения Константин Хальзов, нацпроект в целом направлен на развитие первичного звена и призван повысить доверие пациентов к поликлиникам. И результаты проводимой работы, по его словам, внушают оптимизм. Праздник с упором на национальные коллективы и литературу народов России. Так пройдет в этом году День народного единства в Новосибирске. Чем организаторы планируют порадовать горожан и почему отказались от заезжих звезд шоу-бизнеса, расскажет Василий Акимов. Не просто внеочередной выходной день, а настоящий общенациональный праздник. Именно такого восприятия у россиян дня 4 ноября хотят добиться организаторы праздничных мероприятий по случаю Дня народного единства. В Новосибирске они пройдут в каждом районе. Всего их запланировано более тысячи. От классных часов до концертов под лозунгом «Мы едины». Основной площадкой празднования станет площадь Пименова перед ГПНТБ. На мероприятии будет интересно как маленьким участникам, семьям, так и взрослым. Начиная со сказок народов в Сибири и включая мастер-классы по ремеслам, различные флэш-мобы, где участники могут стать не только пассивными зрителями концертной программы, но и принять участие в тематических флэш-мобах. А абсолютной приглашенных звезд в этом году не будет. Ставка сделана на местных исполнителей. Хэнлайнера не будет, как это было раньше. То есть мы сделали акцент именно на в этом году фестиваль национальных литератур и поэзии. То есть это такая есть федеральная установка, потому что здесь идет у нас федеральное финансирование. Поэтому мы проводим в этом году вот в таком формате. Ко дню народного единства приурочен и крупнейший в стране литературный фестиваль, посвященный национальным языкам и литературе народов России, который пройдет 3 и 4 ноября. На одном из его мероприятий можно будет приобрести понравившуюся книгу по относительно невысокой цене. Можно будет купить книги любимых детских и гуманитарных издательств по фиксированной цене. То есть фиксированная цена это 100 рублей за книгу. Пока непонятно, смогут ли сибирские артисты и писатели собрать столько же зрителей, как приезжавшие в прошлые годы на этот праздник Денис Майданов и Олег Газманов. А вот то, что послам организаторов в этот день не будет традиционных перекрытий улиц, явно порадует многих горожан. Судя по программе, зрелища по вкусу смогут найти себе многие гости этого праздника. Даже при отсутствии заезжих московских звезд. Внесение изменений в генеральный план Новосибирска совместно с общественниками стали уже традицией. На публичных слушаниях сразу становится понятно, где просчитались проектировщики, а возможно, не до конца разобрались сами горожане. Об очередных общественных слушаниях, которые состоялись в Советском районе, расскажет Елена Юрченко. 29 октября в администрации Советского района состоялось обсуждение внесения изменений в генеральный план города Новосибирска с участием главы администрации Советского района Олейникова, первого заместителя главы администрации Бродецкого, главного архитектора Новосибирской области Овсейкова и главного архитектора проекта МБУ города Новосибирска института крадостроительного планирования Нестеренкина и жителями Академгородка. Генеральный план принимается на 10 лет до 2030 года. Поэтому сейчас активно в каждом районе проводятся общественные слушания, для того, чтобы внести мероприятия по изменениям и уточнениям земельных границ, зонирования и транспортной инфраструктуры. Основными камнями преткновения этого слушания стало строительство многоэтажного дома во дворе жилого дома и соединение улицы Арбузова и бульвара молодежи автомагистралью. В генеральном плане, который нам сегодня хотят представить, есть вещи совершенно неприемлемые для жителей бульвара. Это объясню почему. Во-первых, по бульвару молодежи планируется сделать магистральную улицу, то есть не просто улицу главную советского района, нижней зоны советского района, а вывезти ее на восточный обход, который предназначен вообще-то для транзита грузовиков, в том числе Алтай и Кузбасс. Дома у нас в основном малоэтажные, двух- и четырехэтажные. Стоят они всего в пяти метрах от дороги. Это не девятиэтажки, не двадцати. То есть нам и так тяжело уже сейчас живется. Если трафик возрастет в 50 раз, нам просто придется, простите, собрать чемоданы и уезжать. Мы уезжать не хотим. Генеральный план был разработан и одобрен в 2007 году. Он по сей день действует в Новосибирске, хотя по сути уже не отражает реальной ситуации. Подобные встречи проводятся по всему городу. Однако советский район – это, пожалуй, самая неспокойная территория. Здесь одна из острых тем – вырубка зеленых насаждений и строительство многоэтажных домов. По словам застройщиков, восьмиэтажные дома им строить просто невыгодно. Я живу в бульвар молодежи 16. Вот шикарный двор у нас. На 8 или 10 домов один единственный двор. Ходят с других домов с детьми гулять. Его хотят отдать под застройку. В этот раз в ходе обсуждения этих и других вопросов жителями Академгородка и общественниками Новосибирска, как говорится, сторонам удалось договориться. Пожелания по поводу соединения бульвара молодежи и улицы Арбузова учтены. Автомагистрали не будет до 2030 года. Бульвар будет соединен пешеходным переходом. И землю под строительство многоэтажного дома не изымают. Слушания закончились, стороны разошлись. Окончательные слушания пройдут в декабре месяце. Наша редакция будет следить за дальнейшим развитием этих событий. Крупную кражу в аэропорту Толмачево раскрыли транспортные полицейские. Пассажирки и правоохранители вернули похищенные украшения стоимостью более полутора миллионов рублей. Подробнее об этом ювелирном инциденте прямо сейчас. Многочисленные публикации в СМИ и сообщения в интернете свидетельствуют, что в воздушных гаванях обычно нечистыми на руку оказываются грузчики, которые просто вскрывают чемоданы и воруют оттуда ценные вещи. Крадут в основном деньги и ювелирные украшения, так как мобильные телефоны и другие гаджеты правоохранители научились очень легко отслеживать. Вот и случай в аэропорту Толмачево оказался из той же серии. В линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о пропаже ювелирных украшений у одной из пассажирок. Получая багаж в московском аэропорту, женщина обнаружила, что замок чемодана открыт. Неизвестный похитил кольца, сережки, подвеску и колье из белого золота, украшенные бриллиантами и сапфирами. Стоимость украшений превысила 1 миллион 600 тысяч рублей. Транспортные полицейские вместе с работниками службы безопасности аэропорта по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний приемосдатчик багажа и груза. Мужчина был задержан на рабочем месте и доставлен для разбирательства в дежурную часть. Подозреваемый признался, что находясь в багажном отсеке воздушного судна, нашел в одном из чемоданов украшения и присвоил их себе. Транспортные полицейские обнаружили ювелирные изделия в обуви подозреваемого. В настоящее время похищены, возвращено законной владелице. Теперь уже бывшему приемосдатчику багажа предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере». За совершение этого деяния установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Остается только один вопрос, но не случайно же он наткнулся именно на тот чемодан, в котором лежали драгоценности. 90 лет – это замечательная дата, особенно если человек полон сил и творческой энергии. Об актере Иване Андреевиче Ромашко, который много лет работал в жанре оперетте, а теперь в свои годы выступает как драматический актер на сцене классического театра, мы расскажем в следующем сюжете. Путь к сцене у этого человека был весьма непрост. С детства мечтал быть моряком, но родители настояли на профессии бухгалтера. А волею судьбы на одном из конкурсов художественной самодеятельности в Доме офицеров он был отобран комиссией в Ленинградское музыкальное училище при консерватории. Вот так и появился на сцене театра музыкальной комедии замечательный талантливый артист Иван Андреевич Ромашко. Причиной его постоянного успеха является то, что он настоящий актер, который не просто живет театром, а горит и болеет своей работой. Человек, который стал легендой не только у поклонников театра музыкомедии, их очень много, в том числе моя мама, но и человек, который всесторонне развит. Он является автором либретто нескольких музыкальных комедий, автором стихов, причем очень хороших стихов. В театре музыкальной комедии говорили, как нельзя представить московскую оперету без шмыги, так нельзя представить новосибирскую без ромашка. Многие ходили и ходят на спектакли теперь уже классического театра, заблаговременно узнав, что сегодня будет играть Ромашко. И я сегодня по пути вот прочитала как раз, что у него юбилей, 90 лет, и он сегодня будет играть. И вообще на этой неделе, вот 27-го, 29-го он будет играть на сцене этого театра, а вообще он артист театра музыкомедии. В 2010 году Иван Андреевич стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Много сыграно замечательных ролей в театре музыкальной комедии. Практически в каждом спектакле театра у него была роль. Но самой любимой ролью, о которой он всегда вспоминает, это Василий Теркин. Одной из самых таких больших моих ролей, не только потому, что она очень объемная роль, а потому, что в ней сконцентрированы все лучшие черты русского человека, русского солдата. Это Василий Теркин. И несмотря на то, что работа на сцене театра музыкальной комедии уже далеко позади, Иван Андреевич по-прежнему выходит на сцену, только уже как драматический актер. На сцене классического театра им созданы замечательные образы. Деда Василия в комедии «По соседству мы живем», Таюжного охотника в спектакле «Однажды в Чулимске», Сорина в «Чайке» и Фирс в «Вишневом саде». Фирс мне близок своей преданностью делу, своей преданностью семье, в которой он служит. Для меня это очень интересная роль в смысле вот такого душевного, душевной честности, душевной преданности человеку. Это только говорят, что возраст мешает полноценно жить. У многих возможно это и так, а у многих все по-другому. Например, как у Ивана Андреевича. Репетиции, сцена и аплодисменты в свои 90 лет. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами и до встречи. Продолжение следует...